Здравствуйте! Почему вы говорите, что ничего страшного не будет, если мы отойдем из Бахмута? А ведь даже президент говорил о том, что если будет отход, то следующим Бахмутом станет Краматор, Славян, Дружковка и Константиновка. Мы же видим, что война сейчас идет в городах, а не на полях, так как в поле нет достаточных укрытий. Ну, не совсем так. Но вот тут вам написали комментарий, я сейчас его зачитаю, это как половина ответа, а вторую потом озвучу. Да, эти города за Бахмутом и противник не остановится. С другой стороны, темп продвижения в Бахмуте составляет полтора километра в месяц. От Бахмута до окраин Краматорска 30 километров. До него 20 месяцев ползти российским войскам. Заметьте, что нигде, кроме Донецкого направления, вооруженные силы Российской Федерации не продвинулись за зиму. Что-то не так у второй, в кавычках, армии мира. А я больше добавлю. Дело в том, что вопрос не будет оперативного. Вот то, что говорят, нет, не будет оперативного простора за Бахмутом для российской армии. Объясню почему. Если вы откроете карту Google Edge, планета Земля, включите режим рельефа и посмотрите на населенный пункт Часов-Яр. Вы увидите, что город Бахмут с восток-запада подперт господствующими высотами. И российские войска, если они возьмут еще Бахмут, это еще не вопрос. Мы еще западную часть города удерживаем. Кстати, президент говорил, что если будет угроза окружения войск, то мы отойдем. Для того, чтобы не попадать в котел и избереть жизни наших военнослужащих. Будет организованный отход для того, чтобы избежать окружения. Если такая угроза будет. Сегодня, кстати, информация идет о том, что в Хромово мы отодвинули российские войска от трассы жизни. Поэтому ни о каком окружении речь не идет. Мы планово отходим под натиском российских войск. Да, я объясню, кстати, почему в оперативной части этого видео. Почему россиянам удается продвигаться. Так вот, выйдя из Бахмута, мы садимся на эти высоты. Там уже давным-давно все готово. В плане линии обороны, в плане построения обороны на этих высотах. И российские войска упираются в эти высоты. И даже населенный пункт Часовьяр находится за этими высотами. Поэтому говорить о том, что они выходят на оперативный простор, нет. Они упираются в очередной рубеж обороны. Кстати, этот принцип вооруженные силы Украины используют с первого дня российского массированного вторжения на нашу территорию. Мы отступаем с рубежа на рубеж. Наши войска ни разу не бежали. Наши войска планово отходят на следующий рубеж обороны. И российские войска, подойдя к этому рубежу, начинают все сначала. Вот, кстати, по вопросу, смотрите, начиналось боевые действия в Украине со 150-175 тысяч ориентировочно зашло в Украину, вторглось в Украину в феврале 2022 года. В декабре, перед началом зимней кампании, было 350 тысяч отмечено. Сегодня 370 тысяч на нашей территории отмечено. Так вот, 175 вторгалось, к чему я? В сентябре была объявлена мобилизация, 350 отмобилизовали. Так куда делось? И сегодня 307. Так куда 150 тысяч россиян делось? Это потери. Это чистые потери России в сегодняшней военной кампании. Так что, ну пусть они попробуют. Правильно написал вам один из зрителей, что полтора километра в месяц. Это в среднем. Ну, понятно, что это такой расчет, прикид. Но тем не менее, это факт. Зимняя кампания российская полностью провалена. Надводные боевые дроны заходят в Севастопольскую бухту и по меньшей мере наводят там шорох. Вопрос, почему имени... Так, извините, это... Почему-то повтор. Можете ли вы сказать, А какими именно методами, средствами пользуются вооруженные силы Украины в Бахмуте? Если орки уничтожают город квартал за кварталом, говорят, что... Говорят то, что используют... Так говорят. А то, что использует Украина, в ответ. Или это из серии «Украине нельзя обстреливать территорию России». Украина использует в ответ все то же самое. Даже иногда больше. У нас больше высокоточных боеприпасов. У нас точнее работает артиллерия. Да, единственное, что ее, конечно же, не хватает в том объеме, в котором надо. Кстати, планирующие бомбы мы тоже используем. И одно из первых применений планирующих бомб было именно в городе Бахмут. По сосредоточению российских войск. Мы нанесли вот этой GDB-C, по-моему, аббревиатура там такая сложная. Но тем не менее. Мы используем все то же самое. Просто у нас по количеству этого вооружения меньше. И личного состава тоже меньше. Но по качеству вооружения оно у нас лучше. Поэтому они идут другим немного путем. Они идут просто квадратно-гнездовой способ. Берут квартал и пока его не превратят в каменное поле. Потом берут следующий квартал. Соответственно, их пехота идет за разрывами своих снарядов. Впритык к ним. И таким образом они пытаются за ним. Мы производим точечные удары и контратаки по отдельным позициям, отдельным улицам, отдельным кварталам. Вот что мы используем. Единственный наш минус это в том, что наша артиллерия стоит довольно далеко от Бахмута. Мы не можем ее придвинуть ближе. Потому что там вот это углубление, чтобы она не попала под перекрестный огонь с выступов северного и южного, выступов западных, которые образовались западнее Бахмута. И поэтому мы не можем сегодня эффективно вести контрбатарейную борьбу против российской артиллерии, которая стоит за Бахмутом, восточнее Бахмута. Вот в этом особенность ведения боевых действий в самом Бахмуте. Бахмута